Здравствуйте! В эфире Город Эса и Татьяна Дмитриева. Сегодня продолжаем обсуждать вопрос защиты трудовых прав в нашей студии начальника отдела Государственной инспекции труда в Самарской области Светлана Романова. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Светлана Тимофеевна. Добрый вечер. Расскажите сначала, с чем, над чем вы работаете, с какими проблемами по роду своей деятельности сталкиваетесь чаще всего, чтобы наши зрители ориентировались и именно по этой теме задавали вам вопросы. Основная деятельность Государственной инспекции труда, ну и естественно моя, защита интересов трудящихся путем осуществления надзорно-контрольной деятельности. Основная работа это рассмотрение обращений граждан, проведение проверок по обращениям, проведение плановых проверок по плану работы Госинспекции труда, ну и масса другой работы. А вот вы лично на чем специализируетесь? Наибольший объем нашей работы это работа с обращениями граждан. Граждане в письменных обращениях доводят до нас свои проблемы, сообщают о нарушении трудового законодательства и просят оказать посильную, померную помощь и защитить их трудовые права. Если проанализировать вот эти обращения, на сегодняшний день основная масса этих обращений чему посвящена, то есть мы выявим самые главные проблемы, да? Да, значит основные проблемы это оплата труда. Оплата труда работающим работникам, то есть невыплата заработной платы стоит на первом месте и она в центре внимания инспекции, инспекторов. Невыплата полного денежного расчета при увольнении работников. Где-то процентов 70 всех обращений связаны именно с нарушением статьи 140. Невыплата полного денежного расчета при увольнении. Ну на третье место я бы поставила обращения, в которых затронуты вопросы не только оплаты труда, но и отсутствия трудовых отношений. Работники пишут, я работал в магазине номер 5 без оформления трудовых отношений, отработал месяц, два-три, заработную плату не получил, прошу защитить мои права. Он может претендовать на вашу защиту? Или у вас уже меньше полномочия? В определенной мере. Если имеются между работником и работодателем трудовые отношения, которые закреплены в трудовым договором, то да. То есть документ, который свидетельствует о том, что есть стороны работника и работодатель, есть определенные права и обязанности и работника, и работодателя. Вот исполнение работодателем своих обязанностей в части оплаты труда, например, безопасных условий труда, соблюдения безопасных условий труда и других обязательств, мы можем проверить, проконтролировать, поправить, направить. Проконтролировать, понятно, а возместить, заставить, так скажем, обязать работодателю выплатить сможете или нет? Ну да, есть такое право. Мы в праве, инспекторский состав в праве выдавать обязательные к исполнению предписания. Предписываем устранить нарушение трудового законодательства. Определяем конкретный срок. Если предписание в установленный нами срок не выполняется, то в отношении работодателя, нарушителя, применяется административное право. То есть статья 19. Административное, это штраф. Да, да, да. Суд, мы составляем протокол, направляем в суд, и уже в судебном порядке решается вопрос о привлечении нарушителя к административной ответственности. И если штраф будет меньше, чем вот эта зарплата, выгоднее, наверное, штраф заплатить. Ну, а если больше, то тогда... Пока, пока вот имеем то законодательство, которое имеют, поэтому тут говорить о соразмерности трудно. Что касается вопросов увольнения, есть такое мнение, что если официально работник устроен на работе, его очень сложно уволить. Нужна какая-то вот такая база данных, документов, чтобы его уволить. Не так-то просто. То есть по инициативе работодателя вы имеете в виду? Да, да. Ну, 81-я статья Трудового кодекса предусматривает порядка, ну, более 10 оснований увольнения. Это и ликвидация предприятия, ну, это объективная необходимость, когда уже предприятие признано банкротом арбитражным судом, и все посылы к тому, что предприятие работать не будет, деятельности его осуществляться не будет. Это, естественно, так сказать, состояние применяется пункт 1 статьи 81. То есть работники, все работники беременной женщины, вот, и заслуженные, и незаслуженные увольняются в связи с ликвидацией предприятия. Ну, и там компенсации выплачиваются, по-моему, да? Да, в обязательном порядке выплачивается компенсация в размере среднемесячного заработка. Работники имеют право встать на учет в центр занятости для трудоустройства. Если они не трудоустраиваются во втором и в третьем месяце после увольнения, тот также вправе получить компенсацию от работодателя в размере среднемесячного заработка. Да, вот сегодня такая ситуация, работа очень важна, мы слышим разговоры о кризисе. Вот уже какая-то государственная политика в отношении моногородов, что будут переселять людей, говорят, из моногородов, и выплачивают по 400 тысяч рублей. В связи с этим, вот, какие-то права у людей, наверное, вот, более незащищенными становятся, что все будут стремиться работать и меньше уже обращать внимание на то, что там... Есть договор или нет договора, да? Ну, это большая беда для работника, если нет трудового договора, его труднее защититься. А как добиться, вот, реально? Потому что, опять же, вот, если работник требует, приходится требование к руководителю, говорит, так, оформляем, или я там ухожу, и начинает показывать свой характер, свои требования выдвигать, то, наверное, работодатель на него посмотрит, скажет, а зачем мне вообще такой работник, не дай бог, я ему задержу зарплату, он побежит в инспекцию, и вот это все будет продолжаться. Вот как грамотно решить вопросы обязательного оформления отношений трудовых? Ну, это зависит от порядочности работодателя. Если работодатель соблюдает закон, если он порядочен по отношению к своим работникам... Вот, к сожалению, в наше время слово порядочность все реже вообще звучит. Через одного, буквально, работодателя можно сказать, что трудовое законодательство игнорируется, иногда игнорируется, а иногда впрямую и напрямую не соблюдается, даже иногда умышленно. Вот если такие факты бывают, то есть инспектор устанавливает, или установит факт фактического допуска к работе, то тогда мы можем еще говорить о том, что нарушается статья 67 Трудового кодекса, которое обязывает работодателя при фактическом допуске работника к работе в течение трех рабочих дней оформить с ним трудовой договор. Если больше, то это уже нарушение. Если больше, то нарушение. Если невозможно доказать фактический допуск работника к работе, работник говорит, я работал, а доказательств нет, материала, то есть документов нет, то данный факт, он имеет юридическое значение, данный факт доказывается только в судебном порядке, свидетельскими показаниями, возможно, какие-то документы у работника там сохранятся в виде пропуска или графика левого, правого. На это нужно обращать внимание. Да, но может, да, да, такие отношения только признаются трудовыми по суду, то есть в судебном порядке. Понятно. Такой вопрос. Вправе ли работодатель уволить работника с работы за прогул после подачи им заявления об увольнении с работы по собственным желаниям? Вы знаете, буквально на той неделе у меня было два таких заявления. Работники пишут, защитите наши права. Мы подали заявление работодателю, предположим, 10 октября, а работодатель уволил нас за прогул. Когда рассматривали материалы дела... Реально был прогул? Потому что работники посчитали, то есть не знают своих трудовых прав и обязанностей, к сожалению. Подали заявление об увольнении, оставили рабочее место, не выходили на работу, считали, что они уволены. Написали и на следующий день не вышли. Да, и не вышли, и на следующий, и дали, и дали, и дали. Статья 80 обязывает работника, если он решил расторгнуть удовое отношение с работодателем, обязывает работника подать заявление, то есть за 14 дней предупредить работодателя, что он не намерен больше у него работать. Истекают 14 дней, пожалуйста, работник праве не выйти на работу. Если он выходит на работу, его заявление теряет силу. Но бывают ситуации, статья 80-я оговаривает эту позицию, что по соглашению между работником и работодателем, работодатель может уволить работника без так называемой отработки. То есть в тот день, когда просит работник. В отдельных случаях, если это вызвано уважительной причиной, например, уход на пенсию, поступление на учебу, выезд в другой город, то есть уважительная причина, то работодатель обязан тогда уволить с того дня, с которого просит работник. А во всех остальных случаях подали работники заявление. Две недели, если работодатель определился с тем, что... Но обычно как у нас выглядит, что пишешь заявление и просто тебе предлагают. Так, отрабатываешь еще два, две недели? Ну, на заявлении резолюции обычно бывает, что да, уволить, соответственно, статью 80-й ТК РФ. Да, и две недели. Да, с отработкой две недели. Но опять же, по взаимной договоренности, если уже не нуждаются в этом работнике, его и рады и на следующий день, или сегодня отпустить. Ну, тут встает проблема с выплатой полного денежного расчета. Работники сейчас пошли дошлые, умные в плане оплаты труда. Статья 140 обязывает работодателя, 140-я, 84-я Прим. Трудового кодекса, обязывает работодателя произвести полный денежный расчет в день увольнения работника. Представляете, какая тут проблема возникает? Да, конечно. Сегодня подписали, сегодня отдай деньги. А такое бывает очень редко, что день в день бывает, но бывает очень редко. И работники пишут заявление в инспекцию. Вот, меня уволили, а деньги я не получила, получил их только через пять дней. Ну, в данном случае мы обязываем работодателя начислить компенсацию за просрочку выплаты заработной платы. Но она, наверное, не такая большая. Она небольшая, это 1,03% действующей ставки рефинансирования Центробанка. То есть там буквально, ну, если какие-то небольшие рубли, скажем так. А вот оплачивается ли больничный после увольнения уже работника с работы? Вот если он завис, где-то был? Да, вы знаете, да. Федеральный закон 255-й, был принят такой закон 29 декабря 2006 года, обязывает работодателя оплачивать больничный лист после увольнения работника. Вне зависимости от того, по какому основанию он был уволен. За прогулы, по собственному ли желанию, по сокращению, ну, не важно. Основание не важно. Важно, что работник уволился и в течение 30 календарных дней, то есть в течение месяца он заболел. То есть имеет на руках больничный лист. Этот больничный лист должен быть оплачен. Вообще вопрос больничных листов. Вот сколько раз слышала о том, что просто вот не выходят работники и стараются за один-два дня как-то вот поправить здоровье. Никаких больничных, в общем, речи не идет, потому что вот работодатель негативно реагирует на такие случаи. На больничные листы, да. И на ученические отпуска. Что делать? И вот как повлиять? Или что? Или тут какая-то вот есть защита? Ну, как повлияешь? На работодателя очень трудно влиять. Ведь на него влияешь только или размером штрафа и предписанием, или убеждением. Но убеждения, как правило, не принимаются, а вот предписания и штрафы как-то более действенны. То есть обращаться... Мы стараемся воспользоваться вот именно этой мерой, так сказать, воздействия и убеждать такт рублем. Да. И рублем, и предписанием. Ну, с другой стороны, как сегодня говорят, и больничные стали уже меньше финансового отношения, вот, по-моему, с 2013 года, да, и поэтому вот здесь нужно взвесить. Выгодно ли болеть? Да, и болеть, и выгодно ли обращаться, потому что овчинка выделки не строит. Опять же, можно испортить те же отношения. Те же отношения. И вот опять постоянно наталкиваешься на вот какие-то вот этические, моральные вот эти отношения именно работника, работодателя. Как правило, да, именно вот... И даже защитит закон. А подумаешь, пять раз обращаться ли за этой защитой? Обычно, знаете, интересная такая поговорка была, как-то один из посетителей сказал, правильно, я сегодня пришел защищать свои права, а завтра я буду искать работу. Вот так. Да, это, ну, это закономерно. Работодатели не любят, когда на них жалуются. А на компромисс, вернее, компромисс не всегда получается между сторонами. Это печально. Да. Обязан ли работодатель выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск, за все неиспользованные отпуска или только за три последних года работы? Есть такие случаи, когда вот разговорщик человек говорит, я пять лет в отпуск не ходил, во-первых, даже думал, как это физически, возможно. Ну, наверное, да, возможно. Я встречала случаи, когда десять лет человек не было. Да, была жалоба такая интересная. Работник жаловался на работодателя. Я не был десять лет в отпуске. Я тоже так задумалась. Думаю, каким же это образом, десять лет человек себя так насиловал, извините. Вот. По документам действительно, значит, было доказано, что десять лет отпуск ему не предоставляли. Ну, нарушали закон, законодательство в чем? Запрещено более двух лет подряд не предоставлять отпуск, да? Да. Вот. Потом графики нарушались. Графики отпусков, фактически 123 статья Трудового кодекса, она говорит о том, что графики отпусков, они обязательны как для работника, так и для работодателя. То есть этот документ игнорировался. Ну, человек уволился. Его работодатель, простите, жаба душит. Ну, как же так? А сумма была очень кругленькая, поскольку зарплата хорошая была. То есть обязаны, даже за три, за десять, сколько бы ни было обязаны. Обязали, обязали выплатить всю сумму. Выплатил. Работодатель выплатил. Напомню, телефон 202-11-22, звоните, еще есть время. И вот, прежде чем начну еще задавать вопросы, такой вопрос часто. Вот обращаются за отпуском к работодателю, работник, и просят дробить. Говорят, вот ты вот не вот 20, там, 4 дня, а давай-ка вот тут недельку, тут две, а потом вот еще недельку, еще через там сколько. Вот это вот законно или нет. Или лучше не конфликтовать и сказать, ну ладно, вот тут недель. Вы знаете, вот одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. А остальные 14, если там 28 календарных дней отпуска, потому что бывает и больший размер отпуска, там, так сказать, работник уже по своему усмотрению и по договоренности с работодателем может просить, дай мне 2 дня, дай мне недельку, там, то бишь... Да, но 14 обязан... 14 обязан, да, отдохнуть, поправить здоровье, а остальные 14 там уже по договоренности с работодателем, да. Можно уже дробить. Александр спрашивает, в какой срок и сколько дней после увольнения работодатель должен отдать трудовую книжку? Он обязан выдать трудовую книжку в день увольнения. Опять же, не всегда так бывает. Да, бывают ситуации, когда работника нет на рабочем месте. Закон обязывает работодателя направить уведомление работнику с просьбой прийти получить трудовую книжку или дать согласие на пересылку по почте данного документа. Если вот это условие игнорируется работодателем, то мы смело можем привлекать его к административной ответственности за нарушение статьи 84.3. А вообще зависит вот количество дней отпуска, от чего это зависит? Допустим, от стажа может это зависеть? Вот очень долго человек работает, ему набавляется отпуск или нет? Вы знаете, это в отдельных случаях, например, на госслужбе. Вот стаж на госслужбе в инспекции за каждый год работы 3 календарных дня. Елена, муж работал неофициально, без трудового договора у дорожников. Неделю работал и деньги ему за это не заплатили. Как быть в такой ситуации? Ну, как быть в такой ситуации? В такой ситуации нужно будет подать заявление в суд и свидетельскими показаниями доказывать, что он действительно там работал эту неделю. Ну и второе требование, которое вправе заявить муж Елены, обязать работодателя выплатить ему энную сумму, ту сумму, которую он заработал. Как обязательно? Вот через вас? Суд? Нет, не через нас, только в судебном порядке. Тут мы не докажем наличие трудовых отношений. Потому что нам не дано права опроса свидетелей, извините, это не наша стезя. А материалами, документами мы не докажем. Если фактически допуск к работе иногда можно доказать, иногда, и то, когда работодатель, так сказать, порядочный, он предъявляет, что по табле учета действительно работник или по графику выходил на работу, да, или какие-то начисления есть, но они не выплачены, то тогда, да, то мы можем доказать и обязать и привлечь, как говорится. А в данной ситуации дорожники на дороге, где что, кто там, что там только свидетели, кто с ним работал. Да, вопрос к вашей службе. Если по запросу инспекции работодатель не представляет документы, касающиеся доводов, указанных в заявлении работника, каковы действия инспектора? Вы знаете, сплошь и рядом, через каждые пять заявлений, вот такая ситуация. Согласно статье 357 Трудового кодекса, мы направляем запросы работодателя. Запросы о том, чтобы представили документы для рассмотрения доводов обращения работников. Запросы направляются по почте с уведомлением, это в обязательном порядке, то есть, что работодатель получил данный документ. Вот, есть доказательства, что, если есть доказательства, что он получил, то есть, знает, что нужно определенный срок представить необходимые документы, но не предоставляет. Тогда мы используем меры воздействия, предусмотренные статьей 19.7 Кодекса об административных правонарушениях. Составляем протокол о нарушении, о непредоставлении, вернее, документов по требованию должностного лица и направляем протокол в суд. Суд привлекает к административной ответственности в виде штрафа. Это и индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, и должностных лиц. Суммы штрафа только разные. Понятно. К сожалению, вот в данной ситуации мы не можем провести проверку. Вернее, как при дополнительном каком-то, может быть, обращении, или если работодатель предоставляет, так сказать, всего, проймет, может быть, решение суда, предоставить нам документы, то мы можем проверку эту провести. Извините, я можно это добавлю? Бывают случаи, когда тоже работники обращаются, сообщают адрес работодателя, а у него, как правило, бывает и юридический адрес, и фактический адрес. Мы направляем запрос по фактическому местонахождению, потому что проверка проводится только по фактическому местонахождению работодателя. Направляем запрос. На наш запрос документы не представляют. Иногда даже бывает такая ситуация, когда почта возвращает нам наши документы, то есть запросы с пометкой адресат отсутствует. Выезжаем на место, действительно, там этого адресата нет. На всякий случай выезжаем еще по юридическому адресу, убеждаемся, адресата нет. Мы рады помочь обратившимся к нам людям. Но не можем, да лишены возможности провести проверку и принять меры инспекторского реагирования. Нет такой возможности, потому что нет объекта и субъекта. Нет некого проверять, нет места, так сказать, места, куда мы можем выехать. Так вот получается, что работодатели делают это специально? Вот в каких-то своих интересах. Вы знаете, в определенных случаях, да, то бишь продают, иногда продают организацию, в другой регион, в другой регион или другой город, в наш же город. Вот, меняют регистрационные все данные, то бишь меняют налоговый орган. Вот, ну, поскольку в нашей функции мы не надеяны правом розыска этих организаций, мы только по тем данным, которые у нас есть, можем их использовать, ориентироваться, вот, и попытаться что-то сделать. А если вот ситуация, когда продают другой регион и не найдешь концов, извините, по-русски скажу, то это уже, конечно, проблемно. Подскажите, что нужно сделать, чтобы досрочно выйти на пенсию? Вы знаете, это несколько не по существу вопрос, поскольку это компетенция не инспекции, государственной инспекции, но досрочно, вопрос, насколько я помню, знаю, вопрос о досрочном выходе на пенсию, он введение Министерства труда и социальной защиты, то бишь центров занятости и работодателей. Это вредные условия работы, наверное? Нет, вредные – это совсем другое, это льготная пенсия. А бывает пенсия, когда, например, работнику остается, ну, год, может быть, два, до определенного возраста, до 60 или 55, вот, и, возможно, ситуация отправить раньше, то бишь, на обычных условиях, на пенсию по старости, то есть на обычных, имеется в виду, условиях по достижению определенного возраста. Это связано с деньгами, деньгами работодателя и, наверное, центра, я так думаю, и вот тут вот взаимное какое-то, так сказать, решение должно быть и разрешение этого вопроса. А льготная пенсия, там совершенно другая ситуация. Другие возрастные критерии, там 45 было, 50-55 лет, в зависимости от отрасли, от тяжести, там, трудоустройства. Ну, наверное, эти специалисты знают, да? Да, это центры, да, социальной защиты населения, они знают, то есть как подавать документы, там же определенные списки, они из года в год обновляются, подаются предприятиям и отслеживаются и отчисления, и стаж. Ашхат обращается к вам. Работаю в ЧОП, охранникам уже 8 лет, не получаю отпуск, все 8 лет, а работаю сутки, через двое. Куда мне обратиться, чтобы изменить ситуацию? Мои любимые организации ЧОПы. ЧОПы проверяю, как правило, я в отделе, да. Все жалобы, которые идут, они идут через меня. Я прекрасно понимаю Ашхата, прекрасно знаю ситуацию по ЧОПам, там действительно очень много нарушений. И нарушений не только связанными с отпусками, но и с переработками, когда не соблюдается оплата сверхурочная, законодательство по оплате сверхурочной отработано. Во всех развлекательных учреждениях охраняется ночное время, и отсыпаться дают минимум. И считают, что раз допустили, работодатели считают, что допустили до работы в качестве охранника, то это очень почетно. Но если бы это еще и хорошо оплачивалось, тогда бы, да, это было и почетно. То есть масса уже 8 лет не был в отпуске. Написать заявление работодателю, если не до 100 отпусков не предоставит, в инспекцию. Милости просим в инспекцию. Ну вот ему там тогда вот кажется и не работать после этого заявления. Ну возможно, возможно. А может и нет. Ну зато при увольнении получит за все 8 отпусков компенсацию. Да, вот это хорошо, что вы сказали, и найдет следующую работу. Да, конечно, другой счет. Благо там проблемы с кадрами. Проблемы с кадрами у них есть. А где еще проблемы с кадрами? Да вы знаете, проблемы с кадрами... Не секрет, потому что работа трудная. Работа сегодня это хорошее. С хорошими кадрами проблема везде. А просто с кадрами, ну, наверное, везде тоже. Потому что вот в торговле масса нарушений в чем? Прямо перевалочная база в магазинах. Месяц, два не берут, не заключают трудовые договоры. Хорошо, если гражданско-правовые заключат. Работник хотя бы может пойти в суд и предъявить. Есть еще и варианты, можно и гражданско... Не только трудовые гражданско... А вот что это такое гражданско-правовые отношения? Это когда сторонами выступает не работник и работодатель, а заказчик и исполнитель. Мне нужно выполнить какую-либо работу или оказать мне какую-то услугу. Я вас нанимаю. На какую-то работу? Да, мы с вами письменно оформляем договор на возмездное оказание услуг, например, по продаже чего-либо. Какого-то реализации какого-то товара. Или доставки какого-то товара. Значит, в течение месяца или какого-то другого периода вы эту работу для меня выполняете, услугу выполняете. А я вам по итогам месяца, по акту выполненной работы, оговоренную нами сумму, выплачиваю. Если я не выплачиваю, вы идете в суд, подаете заявление. Да, уже есть такое основание хорошее. Да, и суд уже тоже не церемонится, и денежки присуждает работнику. Александр Петрович, работаю дворником по договору. Положен ли мне отпуск по договору? По какому? Если Александр Петрович работает по гражданско-правовому договору, то ему и отпуск не положен, и больничный лист оплачивать никто не будет. А если у Александра Петровича трудовой договор заключен, то, конечно, 28 календарных дней в том рабочем году, в котором ему полагается отпуск. Рабочий год, он исчисляется с момента приема работника на работу, например, 2 февраля 2013 года по 2 февраля 2014 года. Это рабочий год. Вот в течение этого года. Как календарный, получается. Работник работает, да. В первый рабочий год по истечении 6 месяцев непрерывной работы может исполнить, вернее, имеет право на отпуск. А в последующий год в любой другой месяц. Ну, в рамках желательно рабочего этого года. Следующего, вернее, рабочего года. Понятно. В праве ли работодатель говорит, Ну, это безобразие. Во-первых, никто не обязан никого искать. Это проблема работодателя на период отсутствия основного работника, кому предложить дополнительный объем работы. Ну, естественно, не безвозмездно, а за определенную плату. Плата эта по договоренности сторон устанавливается. Это называется или расширение зоны обслуживания, или увеличение объема работы. Если вы желаете, пожалуйста, за определенную плату выполняйте работу отсутствующего работника. Ну, а отпускные, имеется в виду ученические, наверное, да? Наверное, да, если студент уходит в сессию. Ну, сессия в любом случае должна оплачиваться. Это ученический отпуск. Отпускные должны быть выплачены за 3 дня до начала этого отпуска. Да уже так? Так, как ежегодный и ученический. Не просто факт. Да, 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 136 статья, часть 9. Обязывает, написано за 3 дня до начала отпуска. Раз отпуск оплачиваемый, то неважно, какой он, ученический или ежегодный. А что сегодня, может быть, меняется в законодательстве? На что бы вы хотели обратить внимание работодателей? Как вообще вот эта ситуация, как вы ее видите со стороны, и находясь внутри вот трудовых отношений? Проблемные отношения, вот где вы что бы пожелаете поправить? Да. Вы знаете, вот 136 статья говорит о том, что работодатель обязан информировать работника о составных частях его заработной платы. То бишь, сколько начислили, сколько удержали. То бишь, расчетные листочки. Форма утверждается работодателем самим. Вот желательно бы, чтобы вот эти расчетные листочки работодатель бы выдавал под личную роспись работников. Потому что мне, сплошь и рядом заявление, мне не выдают расчетный листок. А как ты проверишь? Работодатель говорит, а я выдавал. А как ты проверишь? Не проверишь. То есть, понимаете... То есть, совет какой? Нужно что делать? Подроспись. То бишь, что письменно. Будь любезна. Получи свой документ, поскольку это так определенный документ. Сколько тебе начислено, сколько тебе себя удержано. Иди и оспаривай. Почему это не дают иногда? Потому что работники начинают задавать вопросы. А где мои ночные? А где мои сверхурочные? Понимаете? Вот когда будет все прозрачно и видно, тогда вопрос будет не к нам. Защитите меня, а к работодателям. А где мои заработанные деньги? Здесь вот все с двух сторон всегда рассматривает ситуацию. Потому что все говорят, что вот зарплаты в конвертах. Но люди же соглашаются сами, работники. Вот в чем дело. Да, к сожалению, да. Черная зарплата – это минус налогов. То есть, налоги не выплачиваются. Но опять же, возвращаясь к какому-то такому состоянию в экономике, в том числе, вынуждены какие-то работники, вынуждены подстраиваться под такие трудовые отношения. Да, вы знаете, ну, если всю жизнь подстраиваться, тогда никогда своих трудовых прав не защитишь. Ой, прекрасное завершение и совет всем нашим телезрителям. Да, потому что нельзя постоянно быть на поводу у работодателя. Работники должны иметь то же чувство собственного достоинства и себя уважать, и свой труд уважать. Свои руки продавать дорого, но со знанием трудового законодательства. Все, спасибо большое. Наше время истекло. Спасибо и вам за внимание и вопросы. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова